Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю поговорить на тему взаимоотношений родителей и детей. На ваши вопросы ответит священник Андрей Кирюшкин, клирик Никольского храма города Ульяновска. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Много вопросов на том, вот как противостоять нравственному разложению молодежи. Одни становятся игроманами, другие наркоманами, третьи вообще не хотят ничего делать. К сожалению, среди молодежи очень мало верующих, их единицы, можно сказать. Вот что происходит с подрастающим поколением, как вы считаете? На мой взгляд, на личный мой взгляд, что это немного клише, когда говорят, что молодежь разлагается, и все так плохо, и все совсем прям никак. Возможно, что молодежь, может быть, не тем языком доносит, и старшие поколения этот язык не понимают. Язык о духовности, да, вот этих переживаний внутренних, те же вот эти вот культурные явления, там и музыка, и рэп разного рода, там культуры какие-то, там есть доля смысла в этих текстах, например, там в каких-то этих веяниях. Люди размышляют, а это уже есть некоторое, да, такое зарево рассвета. И мы надеемся, поэтому, что если люди размышляют, они эту истину обязательно найдут. Поэтому, с одной стороны, да, мир агрессивен, грех он всегда над человеком, как домоклов меч, пытается его раздавить, поглотить и так далее. Но, с другой стороны, если человек ищет, он всегда найдет. Другое дело, когда человек действительно не ищет. Вот это, скорее всего, сейчас настоящая проблема, когда человек просто духовно, как модное слово, секулярен. То есть он безразличен вообще к этим вопросам. Как здесь этот интерес вызвать? Наверное, только языком доступным для человека, с которым мы будем разговаривать. То есть его мир – это мир, который наполнен определенными словами, определенными образами. И этот мир, он часто лишен, бывает, образов, которые близки нам, христианам. И поэтому, чтобы снизойти до этого уровня, нам надо просто сделать один шажок по направлению к молодежи. И эти шаги делаются, и эта работа ведется. Поэтому, кто жаждет и алчит, он всегда к этому источнику приходит. Категоричности в этом вопросе лучше избегать, что эти вот такие, а эти вот такие. Да все хорошие. Просто некоторые отходят от этого. Шум информационный застилает, или жизни так на них влияет, а сами люди не борются. Ведь, как святые отцы говорят, каждая душа по природе своя христианка. То есть чистоты, правды, любви, счастья ищет каждый человек. А чем он их заменяет, это уже вопрос другой. И сможем ли мы объяснить, где настоящее счастье, где настоящая любовь, где настоящая дружба, где настоящая радость. Вот это уже вопрос сложный. В рамках передачи сложно об этом говорить. Но, по крайней мере, поиск духовный, это есть вот такая духовная заря. Поэтому он есть, и люди приходят, и храм наполняется молодежью, мы это видим. Поэтому не все так плохо. Наш регион многонациональный. И создается много семей, где муж и жена разной веры. Вот какую веру должен принять, чью веру должен принять ребенок в семье? И когда это сделать надо? Да, действительно, многонациональный регион. И часто мусульмане вступают в брак с православными, и наоборот. Но здесь есть, наверное, несколько моментов таких. Первый, самый такой ортодоксальный. Ортодоксальные православные, ортодоксальные мусульмане, они не вступают в такие межнациональные браки. Но есть браки людей, которые имеют бытовую веру. Бытовую – это как большинство. На праздники поздравляют друг друга, ходят в храм 2-3 раза в год. И вот такие браки встречаются действительно часто. Но там уже по взаимной договоренности. Обычно, если папа более религиозен, то он, естественно, склоняет жену к тому, что необходимо прочитать молитву на речении имени, если он мусульманин, и посвятить в ислам. Если мама более религиозна, то посвящает и крестит ребенка. Действительно, не воспрепятствует родитель папа приходить, причащать там или исполнять наши необходимые обряды, таинства и так далее. Поэтому здесь, конечно, не передавить самое основное. И мудрые верующие люди об этом знают, что силком веру невозможно привить. Вера – это дар, который Господь дает сердцу, душе, которая готова этот дар принять. То есть к этому необходимо готовиться. Если не пришли к единому мнению, то этот вопрос отлагают до выбора ребенка. До выбора ребенка. Потому что лучше в таком состоянии человека оставить, чем нежели покрестить, или наречь имя по-мусульмански, как это они называют, и никак не воспитывать, не заниматься воспитанием. То есть по сути дела дар принять и тут же его отвергнуть. Ведь крещение – это дар Божий. Как можно так чисто формально его принять? Никак. Поэтому здесь я думаю, что этот вопрос на усмотрении и в руках родителей. Как они здесь поступят? А если уже крестили ребенка, например, ребенок вырос, его не устраивает, что он в этой вере, и он хочет веру принять? Невольник – небогомольник, как говорится. Невольник – небогомольник. Если он отошел, значит, дефицит воспитания был, и сам пошел не тем путем, и все тут в совокупности дало такой результат. То, что есть, то есть. Но не факт, что это на всю жизнь. Пока сердце человека бьется, все может быть, он может и вернуться. Вопрос от зрительницы. В браке с мужем прожили 15 лет, венчались, никогда не ругались. А месяц назад он вдруг заявил, что уходит к другой. У дочки, ей 12 лет, которая очень любила своего отца, случилась истерика, нервный срыв. Как помочь ребенку снова поверить, что любовь есть, и себе облегчить боль? Вопрос сложный. Но в данной ситуации сложно, конечно, требовать от мамы, чтобы она держала себя в руках, не поддавалась истерике, панике. Хотя вот в этой ситуации это как никогда необходимо, чтобы не случилось разрыва между бывшими супругами. Потому что для дочки папа очень важен. В жизни всегда будет присутствовать, если только сама мама хотя бы в этом чуточку простит и не разорвет эту связь ради дочки, хотя бы на первом этапе. Потому что если разорвать, это будет двойная травма. Придется титанические усилия приложить к своему сердцу, к своей душе, чтобы эту горечь жгущую, ее усмирить ради дочки. Одной, может быть, и не было бы смысла. А когда в твоих руках и рядом с тобой жизнь другого, приходится смиряться ради ближнего, ради вот дочки. Чтобы, конечно, если папа будет общаться сам. Но ни в коем случае не клеймить, не поносить бывшего супруга. Это распространенная ошибка. Понятно, это горечь, это боль, это предательство, которое сложно пережить. Но все-таки если человек наберет сил и не опустится до этого уровня, тогда он много приобретет. Господь даст благодать за это прощение. И все исцелится со временем. Вопрос от Людмилы. Всю жизнь помогала сыну и невестке воспитывать детей, моих внуков. А недавно сын все бросил и ушел к другой женщине, у которой тоже есть сын. Теперь со своими детьми он не общается. Бывшая жена запретила. Внуки мне перестали звонить. Уж больше года не слышала их голоса. Обидно до слез. Я же со старшим несколько раз в больнице лежала. Постоянно забиралась в садик и из школы. Водила обоих в бассейн. А сейчас даже в день рождения не звонят. Молюсь за них, но боль не утихает. Что делать? Это прискорбно все, конечно. Но наша воля заканчивается там, где начинается воля другого человека. Это здесь решение двух людей. От бабушки совершенно, к сожалению, здесь ничего не зависит. Человек перекрыл доступ к внукам. Единственное, только надеяться и ждать, когда она смягчится, если бабушка не будет вспоминать старых обид. Потому что это тоже бывает. Созвонились, вроде как контакт установлен, с праздником поздравили. Коса на камень и пошло. Взаимные упреки и все, и все. Люди уже перестают терять эту связь. Перестают понимать друг друга здесь. И это все очень тяжело. Поэтому говорят, что христианство – это подвиг. Это не то, что там спать на голом полу с бревном под головой. А вот это вот подвиг. Он всегда рядом с нами, рядом. Как простить, как общаться с тем, с кем не хочешь общаться. Как установить связь, как полюбить. Вот это действительно подвиг. И вот здесь в полной мере христианина раскрывается. Вот на таком поле брани. Как он ответит, как он установит связь. Дай Бог, чтобы бабушка установила связь в дальнейшем с внуками. Только можно помолиться за нее в этом. Я думаю, Господь не оставит бесплодным ее молитв. Следующий вопрос касается применения физического наказания и воспитания детей. Спрашивает Владимир Петрович. Раньше детей за непослушание пороли розгами. И это считалось нормой. Сейчас можно ли применять физические наказания в воспитании детей? И как к этому относится церковь? Владимир Петрович привел пример действительно такой, самый радикальный, который использовали люди, исчерпавшие все словесные ресурсы. Это от бессилия. Можно сказать одно. Человек прибегает к физическому насилию, когда все ресурсы испытаны, его личные. Это не говорит о том, что вообще все он пытался сделать. Просто от недопонимания, от недостаточности педагогики внутренней какой-то, его склонности природной к тому, чтобы уладить, объяснить, к тому, чтобы увещевать. А когда-то наказывали. Наказывали действительно люди в основном малообразованные, а с другой стороны, посмотрим на царскую семью, где там было физическое наказание. Все чисто на воспитании, на словах, объяснением, примерами из истории, из каких-то, или читали книги. Поэтому это должно быть системным. Чтобы не дошло до рук прикладства, воспитание должно быть системным. Тогда не нужно будет как дикарей каких-то загонять и розгами воспитывать. Это уж совсем. Когда человек так изначально приучили, что он ничего не понимает, кроме грубой силы. Вот так, к сожалению, бывает. Насилие рождается от нежелания беседовать, говорить, слушать и слышать. Спасибо, отец Андрей. До свидания. Спасибо, Господи. До свидания, уважаемые зрители. Спасибо, Господи. День памяти апостола Фомы состоялось соборное служение архиереев Симбирской митрополии. Божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска совершили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликевский и Чердоклинский Диадо. Фомяно Воскресение или Анти-Пасха – это день, завершающий Светлую Седмицу. Греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив», то есть неделя напротив Пасхи. В этот день Церковь вспоминает два явления воскресшего Иисуса Христа апостолом. Первое из них произошло в день Светлого Воскресения Спасителя, когда Он явился десяти апостолом без святого Фомы. Спустя восемь дней воскресший Господь снова явился своим апостолом, среди которых был уже и святой Фома. Во время второго явления сомневающийся до этого апостол Фома смог лично убедиться в воскресении из мертвых Иисуса Христа. Это событие описывается в 20 главе Евангелия от Иоанна. После литургии состоялся праздничный пасхальный крестный ход. По завершении богослужения Владыка Лонгин поздравил архипастрии Симбирской митрополии и всех собравшихся на богослужение со светлым Христовым воскресением и продолжающимися пасхальными днями. Сегодня по традиции, сложившейся у нас, мы совершали божественную литургию здесь, в городском кафедральном соборе, вместе с архиереями других епархий нашей Симбирской митрополии. Я сердечно приветствую Владыку Филаретто и Владыку Деодора и благодарю за их постоянную готовность отдыхаться на мои приглашения, за то, что мы вместе трудимся и прославляем Бога едиными устами и единым сердцем. В этот же день во Дворце Дружбы Народов Губернаторский при участии Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и Симбирской митрополии прошел праздничный концерт «Пасхальный благовест». В его программу вошли произведения великих русских композиторов и прозвучали строки из произведений писателей-классиков. Концерты к Рождеству и к Пасхе, большие праздничные концерты, это традиционно проходит у нас в Центре народной культуры и каждый раз мы хотим порадовать людей хорошей музыкой, праздником и красивым и добрым словом. И сегодня концепция такова, что мы решили сделать концерт с участием симфонического оркестра, солистов и пригласили замечательного звонаря из города Самары. Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин поздравил присутствующих с главным праздником православных христиан. «Я сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христового Воскресения, с Пасхой Господней. Церковь называет этот день праздников, праздник и торжество из торжеств. Действительно, воскресение Христово – это центральное событие человеческой истории. Апостол Павел не напрасно говорит, если Христос не воскрес, то тщетна вера наша и тщетно упование наше. Мы знаем, что Христос воскрес и стал первенцем из мертвых, как говорит об этом Святая Церковь, и показал каждому человеку путь к воскресению». Присутствующих также поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «Пасхальные дни наполняют наши сердца теплом и светом, счастьем от общения с родными. Мы становимся сильнее духом и добрее сердцем. Еще отчетливее понимаем, как важны сегодня традиционные ценности, издавли бытующие на Руси – единство, согласие и взаимопонимание. Они являются главным источником созидательной силы нашего народа, вождейшим фундаментом для всех государственных достижений и побед». Гостями концерта стали вынужденные переселенцы из города Мариуполя, проживающие в гостиницах «Венец» и «Авангард», а также медицинские работники. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Продолжение следует...